Дорогие друзья, еще один небольшой нюанс в нашей работе массажиста. Когда вы берете масло, ни в коем случае не лейте его на человека. Некоторые вот так вот делают и ошибаются. Это бывает человеку неприятно, некомфортно. Во-первых, сразу какое-то народное тело их касается. Во-вторых, масло может быть холодное, то есть ему будет, ну, как бы такой микрошок. Масло лучше либо подогретым делать до температуры тела человека, а еще лучше его налить себе на руки, ни в коем случае не капая на вашего пациента. Растереть в руках можно, чтобы оно уже разогрелось от трения. И только после этого наносить. Пока мы наносим масло, мы уже делаем, видите, такие поглаживания. Уже делаем поглаживание. И именно еще один нюанс, почему мы начинаем со спины работать. Потому что спина менее чувствительна к воздействию извне. Если ваш человек видит впервые, он вам может не до конца доверять. Сознательно он может быть и готов к массажу. Но подсознание, оно как бы к воздействию инородному, оно так немножко настороженно относится. Поэтому нельзя начинать грубо, нельзя начинать сразу мышцы глубоко проминать. А мы начинаем с поглаживания. Как бы человек привыкает к нам, ему становится все комфортнее и комфортнее. Каждым разом мы как бы уговариваем его тело отдаться нам все больше и больше. Постепенно усиливая нагрузку. Постепенно усиливая давление. Видите, как получается. И человек вам доверяет. И мышцы уже не сопротивляются. Иначе, если будут сопротивляться мышцы, они сковываются. А это будет дополнительная боль для человека. Потому что по скованным мышцам это будет все больнее. А зачем нам это надо? Нам это не надо. Нам главное привести комфортную процедуру. Вот. И дальше мы переходим к таким более глубоким растираниям уже. Круговыми движениями. Видите, я рисую как бы спираль. Вот так вот, да? Захватываю боковую часть. От ягодицы до подмышечной области. Почему именно снизу вверх я иду? Опять очень важный момент. Мы гоним лимфу. Мы гоним лимфу в подмышечную впадину, да? И кровоток мы гоним в сторону сердца. Также можно посередине части спины провести такое движение. И сразу же, ну его долго не надо делать. И сразу же переходим. Ну, если человек холодный, конечно, да? Может где-то вот отдельно еще растереть по кругу. Да? Вот так вот отдельно его, если, например, с мороза пришел человек, да? В бане не было, попариться не успел, а с мороза пришел к нам на массаж. Вот его так еще быстро растерли, да? И сразу же переходим к длинным продольным движениям. Боковую часть. Среднюю часть. Вот эта вот участка спины, да? И часть возле позвоночника, вдоль паравертибральных вот этих вот длинных продольных мышц спины, да? Тоже вот так вот мы растираем. И видите, здесь уже движение изменилось. Во-первых, я давлю сильно уже, да? Потом смотрите на мой корпус. Я давлю корпусом. Видите? Не за счет силы мышц, а за счет нашего корпуса, движения корпуса. Далее движение у нас получается более энергичное, потому что у меня стойка такая специальная. Про стойку я поговорю в следующий раз, да? Ну, просто я вам скажу, что одна нога, если коротко объяснять, должна быть впереди, а вторая толчковая. То есть вы на эту как бы натягиваетесь, ногу на переднюю, да? Отпружиниваете назад. Натягиваетесь, отпружиниваете назад. И видите, вот рука у меня расслаблена, она уже подчеркивает мои движения. Если я включаю корпус тела, у меня получается движение уже вот такое, да? Включаю руку, уже вот такое движение идет. Получается такой как бы бросок энергетический. То есть я всем-таки всем корпусом. Запомните, движение идет не от руки. Если вы будете рукой вот так натирать, да? То вы устанете. У вас, во-первых, дыхание собьется, да? Во-вторых, ваши руки быстрее устают, если вы целый день особенно работаете с вашими пациентами, да? А если у вас движение идет от пятки, от той дальней, да? Через бедро, через лопатку, в плечо, предплечье и в кисть, то, соответственно, вы обучаете себе движение, а дополнительно ему передаете импульс. Вот такой, видите, как? Энергично, быстро, сильно, весело, хорошо. Тепло вам? Очень. Вот, видите, как уже сразу человек реагирует. В данном случае вторая рука у меня просто болтается. Видите, вот она болтается. Она вам в данном случае не нужна. Или, если вы, может быть, устали, можете обогатиться на стол. Или можете придерживать человека, чтобы он тоже не раскачивался в разное столбину, да? То есть вторую руку используйте так, как вам удобнее, по назначению. И дальше продолжаем. Уже мы перешли к активным движениям, да? К растираниям. Это уже такое более глубокое растирание. Мы переходим к лопаточной зоне. Вот это, да? В лопатке мышцы идут от соединения плечевой кости с ключицей, да? Вот так вот веерно. Да? Веерно. Вот такой вот, как бы, треугольник. И, соответственно, так же мы и растираем их продольно. Вдоль этого треугольника. Видите, я переключил руки на другой прием растирания. Уже ребром ладони нижним. Хочу вам дополнить еще вот это вот растирание. Таким элементом движения, когда вы ребро ладони помещаете между вот этим валиком мышц, да? И позвоночником. Вот тут есть такая ложбинка. Прямо вот ложбинку помещаете, да? И начинаете энергично вот так вот растирать. Это продолжение вот этого движения, да? Только вот рука перекладывается на ребро ладони. Здесь я предлагаю сделать таким способом. Разделить тело человека, условно говоря, на пять участков. Раз, два, три, четыре. Ну и пять. То есть вот тапецевидная мышца, да? Каждое ее движение мы проходим минимум три-четыре раза. Два раза мало бывает, пять уже много. А как бы три-четыре такое среднее. То есть вот это круговое сделали раз-два-три-четыре, да? Вот это сделали раз-два-три движения. Потом вот это движение, оно называется стежок. Потому что мы как бы эти пять участков как бы стягаем, как шевелевая машинка. Раз-два-три, 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 раз-два-три. Видите? Потом мы делим на три участка. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. потом делим на два больших участка. Корпус так же продолжает действовать, но я еще дополнительно стараюсь внедриться между вот этими косточками и вот этими мышцами, как бы глубже. Наша цель в данном случае размягчить вот эти мышцы жесткие и в конечном итоге в конце процедуры массажа как можно дальше их оттянуть от позвоночника к периферии. Потому что они у некоторых людей бывают настолько забиты, что зажимают позвонки и позвонки начинают либо вглубь организма погружаться, либо смещаться, вращаться вокруг своей оси. Поэтому вот сейчас весь комплекс упражнений у нас так и называется мануальный массаж. То есть мы подготавливаем человека к дальнейшим мануальным приемам. То есть мы уже с первых шагов начинаем действовать на его связочный аппарат, на костную связочную структуру человека, на сухожилия, на связки его. Заканчиваем это движение большим таким рывком глубоко, видите, до конца. Тоже три-четыре раза сделали и сразу вы можете увидеть, что произошло покраснение. Это очень хороший эффект. То, что оно происходит достаточно быстро, значит у человека все нормально с кровообращением, с температурой, ему комфортно, ткань отличная, кровообращение хорошее. Вот видите, я сразу это закончил движение и перехожу к растиранию лопатки. Значит тут движения могут быть какие? Во-первых, мы растираем вот так. Вы уже видите, да? Далее мы одну руку меняем на ладонь. Растираем вот так. Меняем руки. Вот так вот растираем. Я сразу покажу все движения. Специально показываю близко друг к другу, потому что это трение. В данном случае мы создаем трение. За счет трения происходит огромная передача тепла, хинетической энергии в тело человека. Он разогревается. Вы тоже чувствуете тепло, да? Потом мы заменим, то есть сначала поменяли ребра ладони на ладони, да? Можно двумя ладонями. Можно вот так. Потом меняем одно ребро ладони на все наши предплечье до локтя. То есть вот так будем растирать. Понимаете? Опять же, эта рука у нас будет идти либо ребром ладони, либо все ладони. Ладонью вдоль всего предплечья, да? Либо обоими локтями относительно друг друга. Тут важно соблюдать параллель. То есть чем ближе вас локти, тем будет лучше ваше движение. И то же самое мы меняем потом для другой руки, да? Ладонями, ребром, двумя ребрами, предплечьем с ладонями, предплечьем с лебром. Это удобно менять, когда вы в одну сторону, например, делаете тут ладонью, а тут всем предплечьем, да? А в другую сторону вам удобно наоборот поменять. Эта рука превратилась ладонью, а эта во все предплечье. Видите, меняем тут так, а тут так. А посередине вот так. Посередине симметрично можно. Вот, понятно, да? И, соответственно, происходит трение. Вот это вот растирание именно ради трения. Смотрите, как это все подается. Посмотрите, для чего я меняю руку. Потому что образуется валик. Видите, и вот этот валик мы подаем, подаем его одной рукой в другую руку, да? Снизу идем, подаем в эту руку, сверху, ну, в обратную сторону идем, из левой руки в правую подаем, либо из правой в левую. Вот видите, на больших мышцах это хорошо видно. И то же самое происходит здесь. То есть маленький захват, то же самое вот можно с трапециевидной мышцей делать, там целиком их захватываем и подаем вверх, и подаем вверх. Видите, как бы в бок идет проработка уже мышц. Меняем руки так же. Поменяли здесь. Так же можно пройтись и вдоль всего тела, чтобы согреть человека, да? Но единственное, что все движения советую делать все-таки. Вот ягодиц вверх. Вот здесь сбоку можно унесите, а на самой середине спины лучше вверх. То есть все движения растирающие. Мы так же ведем вверх и как бы прокатываем кровь, проталкиваем вверх. Вверх, да? Вот то, что я говорил, переходим на локтевую технику. Это, соответственно, вот мы разминали ладонями. Смотрите внимательно. Одну ладонь меняем на ребро ладони, потом меняем ее на весь локоть, на все наши предплечья. Энергично. Сразу мы большой кусок ткани человека захватываем и его обрабатываем. Ишли сюда, поменяли локоть. Так же ягодицу можно обработать. Ну, начать желательно вот с этой области, от крестца самого, да? До вот последних позвонков поясницы, L4 или L5. Энергично растираем здесь, спускаемся вниз, растираем вот здесь. Заменили одну руку на ладонь, захватили сбоку тело человека, да? Потом заменили руку на все предплечья. Вот. Это иногда такое жжение приятное, тепло происходит у человека. Приятно? Очень. Вот видите как? Это очень хорошо действует. Жадко. Даже жадко, да, стало? Вот. Видите, я автоматически поменял, то есть у меня только что рука шла вот так вот. Это предплечьем, а это ладонью была, да? Но вот тут большая группа мышц на ладони уже неудобно, да? И я сразу меняю, а это ладонью иду. Здесь, соответственно, мышцы на ягодице расположены от крестца, веерообразные они вот так идут, да? И от вот этого шарнира, так скажем, бедренной кости, да? Они веерно идут вот так вот, в эту сторону, да? Поэтому мы так и растираем. Сначала вот так вот в эту сторону, да, направление наше, а потом вот в эту сторону направление у нас. Вот. Мы дошли плавно до глубокого растирания глубоких тканей. Тело человека уже согрелось. Я иногда даже поздравляю человека такими ободряющими словами. Ну вот, я вас могу поздравить. Вы уже получили здоровый румянец на пол спины. Это обычно веселить людей, это смешно, и это опять дает вам позитивный заряд вам обоим. Далее к приему разминания, то есть после растирания мы переходим сразу к разминанию, да? Во-первых, любой прием наш может закончить поглаживанием целиком всей области. Как можно шире захватываете, да? И всю область, прямо вот растопыренными пальцами, прямо сильно вот так можно прогнать еще раз кровь снизу вверх, да? Если вам кажется, что движение ваше, ну, слабо, да, соприкасается, слабо ладонь, все можно движение сделать с утяжелением. Вторую ладонью накладываем на верхнюю часть запястья, да? На тыльную сторону ладони. И с силой уже второй рукой, то есть мы давим второй рукой, а этой рукой как можно шире захватываем и медленно протягиваем вверх. Почему медленно? Потому что нам важно, чтобы еще тут образовался вот такой валик, да? Как бы вот этот валик мы тянем вверх, еще раз кровь прогоняем выше. Тоже небольшой нюанс. Если у вас маленькая ладонь, да, и у нее нет полного захвата, то почему бы нет? Сделали сначала вот эту часть, а потом вот эту часть прогнали кровь. То есть на две парадонные части разделили тело человека. И далее в нашем массаже мы переходим к воздействию на вертибральные мышцы, вот эти, да? И на астистые отростки позвоночника. Во-первых, хочу сказать вам небольшой нюанс. Когда мы работаем локтями, вот так вот, да, то ваше движение должно идти по касательной. Вот так вот сбоку, я думаю, оно вам хорошо видно, да? То есть я локтем, вот видите щель, пальцы два вмещаются, ни в коем случае не касаясь позвоночника, не касаясь астистых отростков. Есть такие люди, у которых прямо выпирают позвонки. Ни в коем случае их нельзя касаться. Это больно, да и не повредить может что-то человеку. Поэтому идите по касательной, как бы их не касались. И в эту сторону не касаясь. Единственное место, где можно практически касаться, это копчик, ой, крестец, копчик и вот эта нижняя часть спины, потому что тут мышцы, вот видите, они всегда-то достаточно большие, так что вы туда даже их не продавите. То есть тут можно прямо целиком по всему позвоночнику вот так вот пройтись. Закончили мы вот это движение, да? Прокатка такая. И переходим на вибрационные техники, на наш позвоночник. Начинаем посылать туда вибрацию, энергию для растрясания вот этих там микрозажимов внутри. Дело в том, что между сегментами позвонков... Да ладно, не буду рисовать. В общем, когда позвонки у нас стыкуются, да? Это называется сегмент. Между ними находится межпозвоночный диск. Вот эти сегменты закреплены друг другом микромышцами. Их там порядка 14-18 насчитываются. Микросуставчики. Они там по сантиметру, по два сантиметра разной величины бывают, да? И, как правило, во всех основных видах массажей про это вообще не знают, не думают. И даже вот медики про это не говорят. Забывают. Они растирают только широчайшие мышцы спины. Только большие куски мышц. Понимаете? А про вот эту вот мелочь никто не думают. Забывают. А на самом деле именно там зажимы. Именно они стягивают позвонки так, что может вылезти грыжа. Поэтому наш массаж называется мануальный. Поэтому мы начинаем на них воздействовать с помощью сотрясений. С помощью всяких всевозможных вибраций. Первая вибрация это у нас рука делается прямой. И это единственное упражнение, где мы идем не от корпуса, да? Не от пятки. Наше движение идет вперед. Передает энергию в тело человека. А наоборот. Вот кончиков пальцев. То есть мы трясем пальцами. Попробуйте все. Выстанут руки, да? Локти прямые. Прям даже можно выпрямить их. И трясем пальцами. Трясем пальцами настолько, что даже у нас вот эти мышцы расслабленные. Они начинают крутиться, болтаться. Не знаю. Видно, да? Поскольку они расслаблены. Вот они расслаблены, они просто ходуном ходят. Нам сейчас в данном случае мышцы не нужны. Для чего мы выпрямляем руку? Руку мы выпрямляем для того, чтобы создать давление. Очень важно. Смотрите, где находится моя область давления на тело человека. Напротив моего пупка. Я стою практически здесь. Если я перехожу сюда, то я двигаюсь и опускаюсь на переднюю ногу. Видите? Теперь включаю тряску. Пальцами, пальцами. Я трясусь, а плечо мое упирается. Видите, у меня эта рука не работает. Мышцы мои в данном случае не работают. Еще раз посмотрите. Крупно-план у меня видно, да? Мышцы мои не работают. Работает пальцы. Кисть. Кисть крутится. Вращается. И передает такое вибрационное движение. Можно даже усилить его. Вибрация как приятно? Необычно, да? Необычно, необычно. Вот. Многие приемы разработаны мной. Специально для вас. Специально для мануального массажа. Поэтому показываю еще один прием Гудвина. Вот Олега Аллафа Гудвина. Когда мы в другой плоскости теперь будем растрясать. То есть сейчас мы растрясали вот так вот, да? По оси позвоночника, да? Понимаете? Теперь мы будем растрясать вглу позвоночника. Вот в этой плоскости. В плоскости пинникулярной столу. Берем опять же упираемся рукой. А второй рукой поджимаем пальцы вверх. Так, максимально. И наше движение осуществляется вот этой рукой. Которой мы захватываем пальцы. И вот так вот вверх двигаемся, да? Тут вот можно вообще прям на копчик надавить со всей силой. Прямо всем весом могу надавить. Спуститься чуть-чуть вбок. Минуя давление на позвоночник, да? Либо в этот вбок вы спускаетесь, либо в этот спускаетесь. Дополнительно массирую крестец. Схватили руку. И пошла вот такая тряска в другой проекции, в другой плоскости. Вот видите, давление уже было вот туда, вот туда. Как бы вектор движения был вот вперед. Вперед-направлен. Опять же, почему именно под углом и вперед, да? Вот так вот по касателям. Примерно под 45 градусов. Потому что так. Под 45 градусов вы даете туда. Почему? Да потому что уже в этот момент происходит декомпрессия позвонков. Понимаете? Мы все прямоходящие, вертикально стоящие. И никто не отменял гравитацию. И она обычно от головы давит нас вниз на ноги, да? И позвонки и мышцы вот эти вот скрепляются. А мы в данном случае их раскрепляем в обратную сторону. Вот туда, вот туда, вот туда. Вот для чего это движение делается. Следующее движение. Еще один секретом раскрою. Когда мы вращаем позвонки, уже сами артисты отростки, да? Уже вот в этой плоскости. В параллельной столу. Для этого мы устанавливаем ладонь как можно плотнее. А большим пальцем упираемся вот в эту ложбинку. Да, вот между позвоночником, вот позвоночник идет, да? И вот этой вот мышцами, да? Вот между ними мы упираемся в ложбинку. Причем мы упираемся так, чтобы создавать давление именно на артисты позвонки. Второй рукой мы делаем упор. То есть мы движемся опять. Двигаемся вот этой рукой. А это как инструмент. Видите, я кладу ее на палец, на палец. Не на ладони куда-нибудь, да? А именно на палец. Потому что движение у нас будет в палец. Вот такое подталкивающее. Как будто бы мы маленькими молоточками вот эти вот мышцы, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик подталкиваем вот сюда. Понятно? Угу. Так. Ну сейчас мы прервемся ненадолго и продолжим через минуту.